Бывают, что часы в комнате ее идут назад. Она подчинилась, попала под влияние вот этой агрессивной среды, в мешочек затянутый. Кармический узел. Стоит ли нам тогда делать реверс энергии. В энергоинформационном поле Земли, найди, пожалуйста, тонкую копию. Ты фотографию видела. Один, два, три. Находишь ее? Я нашла. Хорошо. И давай ее в комнату диагностики. Да, подняла ее. Очень хорошо. Так, и давай я даю команду диагностики. Разложи ее на количество фантомов. Посмотри на предмет затяжек, затемнений, сгустов энергии, воздействий, всевозможные интерференции, магические воздействия, присадки, импланты, инородные объекты. Все чужеродные вибрационные энергии проявляются один, два, три. Делаешь полную диагностику. Вот я смотрю фантомов 7. Перетяжка у нее идет по красному фантому. Такое чувство, что там чакра забита, будто бы пробка стоит на красном. Так, хорошо. Сейчас я просмотрю по чакрам. Сначала все и дальше уже по... Давай, хорошо, внимательно смотри по всем чакрам. Присадка. Зеленая чакра есть. Ментальное тело. Там сбой по работе чакры. Синяя. Оказывается, что голова будто бы сдавливается периодически. Голова, может быть, болит периодически сильно. Ну вот смотри, на голове у нее будто бы обруч одет. Такой вот ободок. наводок, который вокруг лба, а не как для волос. Пережата как раз в области аджной чакры. Будто бы сдавливает ее. Смотрю назначение. Ну, чисто технический характер носит. Канал идет наверх. Представителя вижу. Представитель, такая, знаешь, сущность. Но это и больше инопланетное, похоже, создание. Как паразит. И, знаешь, здесь идет блокировка работы системы чакры. Назначение считывая Вибрации, которые вот она генерирует, они через вот эту вот чакру, через устройство в виде вот этого ободка, они изымаются у нее, перекрываются. То есть, как правило, ну, третий глаз отвечает, да, вот мы говорим, что это аджная чакра, она сродни третьему глазу. Когда человек получает какую-то дополнительную информацию из пространства, из космоса, генерирует эту информацию, также может через этот третий глаз воздействовать на объекты. Вот здесь идет блокировка на этом уровне, и он эту энергию перекрывает, ну, под себя. Понятно. Вот в связи с этим могут быть физические проявления, говорю, вот в виде какой-то головной боли, но не постоянной, потому что постоянно это не работает, периодически. хорошо. Дальше смотрю. Ну, вот у нее также я вижу кольцо на шее. Так. Ну, здесь хочу просмотреть это. Это больше перекрыто, наверное... Нет, точно не магия, потому что думала, может быть, магическое воздействие, часто любят волю перекрывать в этой области. Нет, это ее поражение, причем просматриваю сейчас энергосистему, и, как ни странно, это поражение все равно завязано на астрале. Идет связь между блокировками в астральном теле, то есть ее эмоциональным фоном и фоном вот этого казуального тела. Ну, это говорит о том, что она, у нее возникли, ну, кроме остальных, я вот сейчас говорю про конкретный блок из астрального тела, который имеет прямую связь с казуалкой. Это жизненные обстоятельства, по жизненным обстоятельствам, смотрю, это время, время ее возраст 25-30 лет. Она находится в таких обстоятельствах, когда не может выражать свою волю. Она находится в постоянном подавлении. Ну, для нее это выглядит как подавление обстоятельствами. Угу. Вот, но на самом деле нет, тут задействована женщина, женщина старше ее по возрасту. Угу. Такое ощущение, что она полностью блокирует ее, блокирует ее волю, блокирует ее эмоции, блокирует ее действия. подчиняет себе. Угу. Угу. Ну, женщина энергетически сильнее. Угу. И, вот, явно родственной, такой кровной связи не прослеживается по крови. Но они в довольно таких тесных отношениях с ней. Угу. Не знаю, возможно это кто-то из семьи, но, не мать, я имею в виду, не мать, не бабушка. Может быть это свекровь. Или кто-то из родственников, но более дальних, которые мог так воздействовать. Но скорее всего не по ее все-таки ветке. Угу. по-своему несколько надменная, в себе уверенная. И она подавляет ее, да, энергетически подавляет. И, поскольку энергия Аллы оказалась слабее в тот момент, она подчинилась, попала под влияние вот этой агрессивной среды. Угу. Сформировался блок. Все понятно с блоком. Хорошо, еще посмотри что-то есть. Ну, представители подземного мира я не вижу. Угу. Вот хорошо. Вижу лярва. Где? Где? Вот то, о чем я говорю, вот этот блок. Вот. Это лярва шея. Где у нее блокировка стоит. Вместе с обручем там же есть сгусток в виде лярва. Ага. Ага. Там еще есть лярва. Левая почка. Угу. 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 Хорошо. Ну, пока все что увидела. Хорошо. Хорошо. Давай раз уж мы так настроились на эту женщину, давай с женщиной начнем. Давай пусть она четко явно проявляется все ответственность за блок на шее, за кольцо на шее. Это женщина, да? Кто-то еще есть? Ну, есть сущность. Сущность, которая сверху есть. Женщина, которая кольцо на шее. И больше каких-то существ, или сущности, либо представителей я не вижу. Ага. То есть сначала воздействие женщины, посмотри, пожалуйста, было, и уже на фоне этого со временем лярва, да, появилась? Или про какую сущность ты говоришь? Нет, нет, я просто говорю, что сущность есть, которая отвечает в целом, в биополе находится. Ага. Угу. 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 Хорошо. Хорошо. Значит, обстоятельства мы выяснили. Посмотри, пожалуйста, это по программе у них такое было? Угу. 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 sino можно видишь thank you all the Answering. Угу. 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 Они не являются родственными душами, но являются гибридными. Угу. 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 хорошо то саботы и более того еще кармический узел объединяет их обеих но на данный момент это развязано отлично хорошо так посмотри пожалуйста кармический узел стоит ли нам тогда делать реверс энергии или они долги друг другу отдавали нет это было как раз отдача долгов а вот но сформировавшиеся лярва это сторонним же объект это да и тогда что требует однозначного удаления но в любом случае сейчас можно попросить ее отпустить вот эту перетяжку для того чтобы потоки энергии шли спокойно они между собой разобрались уже на совершенно другом уровне и вот это вот энергетический застой который вызвало их общение он мешает то ли просто жить да им то им мешает правильно у всех своя должна быть под контролем полностью хорошо и давай попросим женщину ланеры уже развязали свой узел пусть тогда убирает кольцо на шее все блоки все свои энергии забирает она просто вытащила вот эту веревочку который все перетягивался и ну все распустилась цепка вот это вот энергия первых энергия пошла сейчас равномерно и в чакру и вдоль фантома и энергетического то есть как блок как ее воздействие это сейчас убрано отлично хорошо и открывает женщине портал на ее частоте они пусть уходит безвозвратно она говорит ты прости меня что так вышло да хорошо портал закрывай есть хорошо так и давали ровно шею сразу тогда уберем на причину выяснили тоже и высоковибрационный инструмент для удаления лярвы берешь воронка против часовой стрелки открывается и работаешь по удалению лярвы один-два-два-три да я работаю я убрала эту лярву все выбрасываю воронку и безвозвратно уходит воронка закрывается есть хорошо лярва почка с чем связано причиной как не повторить я сейчас посмотрю по сроку но это лярва относительно молодая и до пяти лет показывает пятерку и на что подцепилась идет и вашим и нашим говорит такое ощущение что она пытается но я так это эта фраза мне просто идет из пространства на нескольких стульях сидеть и нигде не успевает внутренне это не значит что я сказала с негативной стороны усидеть на нескольких стульях это говорит о том что человек разменивается энергетически и физически разменивается на то чтобы делать сразу много дел энергетически энергетически затратных энергетически затратных но при этом не испытывает удовлетворения ни от результата не видит конкретного ни одного из этих дел то есть делается все как то вместе сразу но из-за того что нет тут достижения результаты и нет удовлетворения идет наступает внутренний дисбаланс очень сильной и поскольку она сама не получает неудовлетворение неосознанности в своих действиях вот это все ложится как тяжелая фракция скапливается ну вот нашло себе слабое место в виде почки кстати можно вообще наблюдать за этой областью нижней частью потому что мне подсветила вообще нижнюю часть и туловище а красная чакра я имею ввиду нижнее самое красное тело красный фантом красная чакра забита и вот подсвечивается весь вот низ живота и со стороны спины здесь есть есть энергетические блоки вот но нужно быть внимательным к тому что каждая энергетика бывает что определенный момент проявлять себя на физику поэтому быть внимательным да да но эту перетяжку мы еще будем снимать красную поэтому энергия лучше пойдет но все равно пусть обратит внимание хорошо так с причиной понятно и не допустить дальнейшем ей какая методика не подойдет отношение какое но здесь самое главное нужно быть последовательно и ни в коем случае не корить себя за то что видимо что то может быть не получается отсутствие результата видимого это тоже результат здесь не нужно нахрапом брать крепости нужно очень аккуратно прикасаться к именно к пониманию того что не все что ты хочешь достичь является для тебя благом и не стоит делать трагедию если желаемое недостижимо нужно пробовать зайти с обратной стороны и у любого события в жизни есть обратная сторона и есть таинство таинство значения таинство сути этого события именно сакральное для каждого человека для его души хорошо хорошо мы поняли и давай тогда берешь высоковибрационный инструмент для удаления лярвы открываешь воротку против часовой стрелки и начинаешь работать по удалению лярвы один два три я работаю убрала хорошо воротка закрывается и безвозвратно уходит есть хорошо так что у нас еще подключка да паразит инопланетный да хорошо давай посчитают единицы до трех и проявляться все ответственные за подключку один два три проявляются время за них замерло они не могут воздействовать на тебя проявляется такая сущность это скорее всего ближе даже к программе какой-то относится а от него больше выходит вибрации исходит вибрации нежели чем сама энергия а вот внешне он предстал передо мной значит в виде какого-то больше похоже на паука но этот паук весь металлический вот поэтому я склонна либо это архиноид либо эта программа тогда еще установку мы посмотрим сейчас это существо все-таки либо программа хорошо хорошо если эта программа он принимает другой более понятный вид если это действительно архиноид то он принимает вид паука я считает единицы до трех 1 2 3 проявляется истинное лицо нет это архиноид ух ты класс ну вот и собственно то что у нее вокруг головы это и есть то паутина которую он свел более того вот сейчас внутри головы проявилась еще а наш так гнездо можно сказать видимо его кладка в затылочной части головы правее подсвет подсвечивается в виде такого тоже металлического свечения сероватого ну вот он сейчас сидит полностью на голове и вот кончиками своих лапок как раз касается вот этого обруча там где есть под ключик хорошо на что тебе приходит понимание на что подцепился если нужно по ленте времени можем мутаться как тебе если придет на фронт сейчас я посмотрел из этого поля говорит я 17 лет здесь так на что он подцепился причину посмотри пожалуйста этот паутина уже была света это паутина бьется вокруг у вас невидимой нитью и мы же по ним потом по этим ниткам пробираемся все ближе к вам хорошо давай тогда лучше по ленте времени лента времени раскручивается назад лента времени раскручивается назад и ты оказываешься в моменте когда происходит подключка один два три зрения четко ясно картины четкие ясно ты видишь как происходит подключка первый раз обстоятельства эмоции все выходит но я вообще вижу астральный план сейчас то есть астральный план и ее выход на я предполагаю что это момент сна был потому что потому что ну да вот я сейчас спускаюсь чуть ниже это ночное время но встречу их я увидела в астрале это это либо сон либо может быть она чем-то то что как минимум астрология но я знаю занимается то есть либо какие-то может быть она что-то делает еще там практика какая-то была вот он говорит что она все плелось до него он по этой паутине просто спустился соответственно вот какие-то вибрации возможно было случайно выход не на ту частоту по своим вибрациям по частотам и вот так она произошла зацепка но это не разовый импульс не разовый выброс вот момент его подключки а ты понимаешь я пытаюсь вот сейчас понять аналогию с тем что он туда уже спустился по вот этой вот лестнице по паутинке вот она астрально астральном плане она подцепила не ту чистоту возможно был выход в астрал возможно была медитация вот ночная какая-то медитация и вот на этой чистоте собственно не специальные были понижены вибрации да на истерике там на скандале или еще на каких-то таких физически низких вибрациях а вот именно там именно не та чистота в астральном плане собственно вот так ее заметили я склонна подразумевать что либо она во сне вышла просто был выход подобный да либо она легла спать в каком-то эмоционально нестабильном состоянии и вот вот астральный выход во сне он был сопряжен вот с подобными низкими вибрациями да с падением их а перед сном либо это была осознанная медитация но давшая сбой вот какой-то определенный момент и вот момент вот этой вот медитации не на той волне произошла вот под ключ к хорошо не санкционированный заход был не санкционированы хорошо то есть имеем право убирать здесь в первом причинах и не можем ничего сделать в настоящем времени правильно работать да хорошо и переносить момент здесь и сейчас так и в принципе уже информация шла да как в будущем и не повторить подобных под ключ горит защита только защита и на ночь и если она медитирует то не медитировать на уходе во первых не уходить в сон на в момент медитации и перед любой медитации все равно выставлять защиту потому что любая медитация это все равно выход вообще на другую любая работа очень много сущностей находится как в высоком пространстве так и в более низком по частотам и физически более низком околоземном пространстве вот в на сфере поэтому ни в коем случае вообще не совершать никакие практики без защиты без защиты даже просто жить опасно наше время хорошо и давай мы готовы к реверс россия на готовы сделать реверс энергия до готова хорошо и давай пусть тогда забираются обратно всю свою светлую энергию и возвращать всю темную обратно ему 123 ай тут импульса идет энергия вот тут даже больше не то чтобы энергия он блокировал ее не столько он у нее отъедал этой энергии сколько он блокировал зачем ее импульса но он эти вибрации все си для себя использовал вибрацию до вибрации ее высоко высоко вибрационные импульсы но он их переконвертировал не вот это вот вот этот ободок он выглядит верить в виде такого трансформатора хорошо дается да он питается этими частотами я понял так и про энергию там у них реверс произошел уже там видимо немного было да произошел хорошо и так посмотри тогда по вибрациям реверс возможен нет вибрации нет он в настоящем моменте все тело для себя здесь все что он съел он съел он передел все вибрации которые она дальше будет уже получать без него это будет ее вибрация и кстати сейчас уберем у нее но вот скажем виде не откроется чище и у нее под наверно она сама ощущала что вот она тянется к тому чтобы увидеть пытается видеть во-первых искаженно происходило все из-за его блокировки а вот и недостаточно проходила информации через эту зону сейчас уберем у нее чистота будет и виденья и частота информации увеличится хорошо хорошо давай спроси у него она готова убрать эти подключки все так хочу хорошо и давай обратись к архиноиду мы сейчас можем поднимать вибрации или он сам снимет все подключки мы уже все причины выяснили откроем ему портал просто отпустим его на его частоте обратно нет он сейчас боится за свою кладку его кладка он уже подошел туда забрал вот это все хорошо пусть убирать полностью будем проверку огнем я отключается забирает пусть полностью все все свои подключки все энергии этот паутин он распутал ободок он сейчас занимает убирает это устройство отошел так проверки огнем готов настоит хорошо и сделаем проверку огнем если что-то не убрал начинает гореть ярким красным пламенем есть все брал что не горит 123 проверка огнем нет не горит хорошо открываешь портал на его частоте и пусть безвозвратно уходят да он вышел все портал закрывается безвозвратно отлично хорошо так перетяжка красный фантом да у нас вот у нее час энергия пошла очень хорошо синий фантом вот та область которая была перетянутая просто смотрю сверху на голове у нее прям приток энергии пошел очень синий и в область третьего глаза концентрируется там вот где пыли энергетические поражения это говорит о том что сейчас фантом даже сам по себе без прокачки энергии уже начал работать начал функционировать пробка тут пробка внизу надо ее просто взять и вытащить выбить эту пробку хорошо давай тогда работаешь по пробке вынимаем ее 123 работаешь вот сейчас у нее очень мощный поток земли пошел через нижнюю чакру наверх очень мощный конечно не хватало этого потока земного так а пробка с изъем это ее это ее перетяжки вот это все как проб нет ты знаешь просто выглядит так что сам канал был засорен нет этому не эзотерической причины не вижу причины в том чтобы и и действия нарушили каким-то образом специально работа этой чакры ну вот когда как-то больше идет что отрезана от энергии земли и довольно долго не использовала эту энергию пробка а потом стала использовать но в том что не проходила эта энергия в последнее время она эта информация что пыталась эту энергию прокачать в земле но не слона вот в той мере в какой предполагается это она в обход слоя энергии не поступая в саму чакру хорошо так посмотри другие вот зеленые чакра у нас было потому что то что есть или сработала ну вот по чакрам сейчас все крутятся в правильном направлении то есть блокировок по чакрам сейчас я не вижу отлично хорошая движется равномерно но прокачка требуется еще сейчас мы прокачаем и все дано чист чистая только прокачку нас осталось нет присадок и не давайте посмотрим эмоциональный фантом хорошо давай появляется эмоциональный фантом и видишь эмоциональный фантом хорошо и давай попросим ее тонкую копию провести свои энергии страха чувство неуверенности в себе энергии агрессии злобы апатия обиды депрессии разочарования самоедения дискомфорта в жизни чувство долгое чувство несовершенства полностью проявляются все негативные мысли и эмоции которые создала во всех воплощениях за все во время пребывания на планете земля 123 проявилось что да есть темные сгустки темные сгустки в районе горла живот плеча голова горло сдерживание вот это связано с той же на истории и готова на переконверт переконвертацию запускать спросить на готово хорошо и попроси ее тонкую копию пусть теперь переконвертирует из низкого вибрационные патогены негативных мыслей эмоций высоковибрационной энергии позитивных мыслей и позитивных эмоций 123 до пошла конвертация энергия найдет повышение вибрации смена вибрации этой энергии и искусствует сейчас растворяется когда закончат скажешь есть светлая все отлично хорошо все закачиваем и энергии да да хорошо и посмотри пожалуйста сколько процентов и энергии нужны и какого цвета по всем цветам по всем фантомом 250 процентов энергии хорошо я почитать единицы на 3 и 250 процентов энергии во все фантомы всех цветов входит и 123 пошла энергии наиболее эффективно распределяется и усваивается тут потоки энергия вот у нее сейчас очень яркий фиолетовый фантом яркий синий голубой зеленый хорошо желтый оранжевый красный красный тоже хорошо и более того энергии видно что через нижнюю чакру уже циркулирует достаточно стоп хорошо так вибрации до скольких герц поднимаем 32 максимум хорошо и я почту здесь за 3 и 32 герц до 32 герц пойдут вибрация 123 поднимаем до 32 герц пошел подъем вибрацией синхронизируя синхронизируешь энергии вибрации есть хорошо и выставляешь ей защиту сколько процентов и цвет защиту 300 процентов защиту цвет фиолетовый серебристый и красный шо и я почитаю 3 и 300 процентов фиолетово-серебристого красного пойдет и защиту 123 формируется защита из раскручивается поля у нее верхние нижние формируется оболочка как оболочка есть честно качивается энергией есть готова есть готова хорошо и давай теперь мы пообщаемся с высшим я ее давай посмотри какой она образ принимает для встречи с вышли сейчас мы пойдем встречу но образ принимает она свой молодой и не знаю у меня сейчас такое чувство что она в детстве образ девочки 7 лет отлично хорошо и давай переносимся вместе с кей в зал для встречи чем с высшим я один два три пространстве для встречи с высшими и давай позовем высшие я так есть я поднялась на уровень это уровень 7 и высшая я я вижу хорошо и из парси него согласна на пообщаться с нами полы есть несколько вопросов безусловно высшая я вообще сейчас поступает просто в сверлом образе но больше женский образ представляет но при этом не человеческий тип то есть это даже не образ предыдущего воплощения это просто очень светлый лучистый высоко вибрационный образ хорошо и давай синхронизируйся тогда слышим я подключить к нему 1 2 3 здравствуйте высшая алла здравствуйте здравствуйте высшая алла да несомненно отлично хорошо аллы подготовил несколько вопросов к вам готовы на них ответить я буду рада общения хорошо и вначале она просила поблагодарить вас наставника и если еще есть ангела как она сказала и все светлые силы которые помогали и помогают ей идти по жизни большая от нее любовь и благодарность она светлая также как и я светлая хорошо скажите пожалуйста она всегда воплощалась на земле или пришла не от планеты с другой планеты она пришла да у нее были воплощения на другой планете но очень давно так а сколько воплощение на земле уже был у нее 3 три воплощения на земле и 7 у нее уровень сейчас да так сколько у нее или он заканчиваем известно а из системы звездные sirius да да так а вот там три звезды а б и цена то есть какой интересно интересно так а сириуса то есть она воплощалась на сириусе и воплощался воплощалась и вот потом сейчас вот решила на земле в школу как бы зимой пройти до она была на арктуре у сириусы и портал серию до сириуса ну то есть космически она уже очень опыт получается душа верно вы же видите насколько я приняла образ высоко вибрационный очень песню то есть не богатый очень опыт очень хорошо цель воплощения вашего на земле да то есть после того как вы уже и на артуре его сириусе был или то есть что вы здесь хотите собрать она сама изъявила желание прийти на землю и остаться здесь перед тем как мы отправляем души на землю все предупреждены о том что земля затягивает и земной опыт может оказаться довольно длительным длиною во много жизней поскольку поскольку вибрации этой планеты гораздо ниже тех которые были привычны для проживания в иных измерениях в иных планетах более того земля является полигоном испытаниями для душ где идет противоборство темных и светлых энергий чего нет на планетах которых она проживала ранее но изъявила желание в росте своей души в приобретении опыта она сама но мы также еще имеем некий социальный проект социальный это для вашего понимания необходимо и очень важно отправлять более опытные души на развивающуюся планету земля в особенности в период кризиса для того чтобы более высоковибрационные души помогали в развитии планеты и целью их пребывания является не только личное достижение иных вибраций и приобретение опыта а также помощь посредством своих внутренних вибраций помощь определенному пространства в котором они находятся сами по себе вибрации вот влияют на пространство в котором они находятся их собственные вибрации сами по себе вибрации несколько выше хорошо очень хорошо так ну вот и интересно вот земной прошлой жизни так сформулировал вопрос она хочет узнать что там натворил что всю жизнь страдать телу то одно то другое не не пок там не жила в гармонии с природой хочешь знать кем была отвечу Мужчина, последнее воплощение, 1813 годы, Россия, но много боевал участник, воин. Непотребное отношение к земле, к планете, животных убивал, много, охоту любил, а зря. Мужчина, людей ни во что не ставил, сошел с программы ты, в том воплощении не выполнил сути своей, воином не стал. Интересно, даже вот такие опытные космические, да, казалось бы, души, попадая на землю... Вы находитесь под воздействием иных вибраций. Память души существует, но вибрации и частоты понижены. Именно поэтому ваше сознание не может при земном воплощении вспомнить и воспринять свою звездную сущность, внеземное происхождение. Более того, на земле век от века усиливается влияние темных цивилизаций, при которых в целом энергетическая оболочка становится более плотной и не дает возможности качественному проникновению вибраций в земное пространство. Это беда современного мира. Что происходит сейчас с землей, вы даже не представляете. Вы полностью люди отрезанные от своего божественного начала. Вы отрезаны от стихий, отрезаны от планеты и ее. Вибрации. И также вы отрезаны от космических вибраций. Полностью находитесь в вакууме. И вы называете это техническим прогрессом, в то время как вас всех намеренно загнали и закрыли в металлическую коробку с непробиваемым корпусом. Хорошо, так вот скажите, пожалуйста, в этом воплощении она по программе идет? Сейчас, да. Есть двое, но у кого их нет. Ну да, согласен. Узлов у нее кармических сколько уже пройдено и сколько впереди осталось? Два прошло и есть один. Сложность впереди. Решаемый. Средний, да, сложности, так скажем. Он связан со здоровьем. С здоровьем. Так, ну да, если будет она сильной духом, если будет она знать и верить в свое божественное начало, если будет она проводить через себя светлые энергии Земли и космоса, то все будет по плечу. Испытание и состоит в том, что она должна найти силы не вовне, а внутри себя. Не просить помощи, а знать, что она является той силой, которая может реализовать любые возможности. Хорошо. Вот спрашивает она, успеет ли она еще сделать что-то хорошее для своей семьи и для других. Что имеешь в виду ты под тем хорошим? Когда ты находишься в гармонии со своей семьей и с людьми, когда ты находишься в гармонии с жизнью, ты тогда уже делаешь максимально хорошие вещи. Не все хорошие вещи материальны. И вы в своем материальном мире совершенно ушли от истины. Хорошо, то есть первоочередное это внутри себя и чувствовать себя гармонично, чтобы посвятиться изнутри и тогда для семьи и для других так будет лучше. А хорошее не заключается в делах, хорошее заключается в отношении. Хорошо. Ну я так понял, у нее проблема, что она как бы сидеть на двух стульях, да, вот, может быть, это связано, что она и семье хочет, и туда, и сюда хочет, и везде старается, наверное, помочь. Не рвись ты все успеешь, не разменивай себя, держи свою энергию и держи свою суть, сядь и вспомни, вспомни свое предназначение, вспомни, что ты есть и только ты есть сила и божественное начало, и ты есть гармония. И ты есть творец. И все, что происходит вокруг тебя является проекцией твоих же мыслей и действий. И чем чище твои вибрации, чем светлее твои мысли, тем блажа твои дела и все, что окружает тебя, твои внутренние вибрации, проецирует вибрацию физическую. То измерение, в котором ты оказываешься в тот или иной момент. Если ты находишься внутри себя в вакууме агрессии, злобы, обиды, огорчения, то ты попадаешь ровно в такое же измерение. В физическом плане. Так, вот что говорит отрицательный Резус по женской линии у них в семье. Это не несет определенно никакой информации для того, чтобы ты сейчас зацикливала свое внимание над этим. Хорошо, то есть это физика, да, в основном? Это физиологическая особенность, которая передается по роду. Так, скажите, пожалуйста, есть ли у нее сейчас родственные души? В частности, например, дочь она спрашивает. Дочь, ответ был сразу. Отлично. А еще кто-то есть? Есть дочь. Говорит, Анна. Дочь, Владимир. Хорошо. Вот астрологией продолжать заниматься. Занимайся, тебя же тянет тогда. Занимайся только себя, слушай. Прислушивайся любую информацию, пропускай через себя. Информации много, в голове у тебя хаос. Если ты будешь больше основываться на свою интуицию, на свои ощущения, ты гораздо больше поймешь. То есть вспомнишь. Так, вот у нее такой интересный момент наблюдался. Бывают, что часы в комнате ее идут назад. Это просто механизм или что-то еще у нас прошло? Нет, это связано с твоими вибрациями. Просто в определенные моменты у тебя очень сильная энергетика своя. И вибрации космической души, частоты, по которым она живет, они несколько отличаются от земного пространства. И когда твои вибрации внутренние, то, что ты испытываешь под воздействием определенных эмоций, искажаются, происходит подобного рода поле. Вот это поле влияет на механизм. И когда ты будешь гармонично, то не будет никаких физических искажений. Понятно. Хорошо. И вот она спрашивает, хочет уточнить, она хочет свою карту построить. И для этого ей нужно понять, она все-таки 1 или 2 мая родилась. Потому что мама ее говорит, что она примерно в 23 часа родилась. Все-таки это было 1 или 2 мая? 2 мая. Все-таки 2 мая. Мама очень хотела родить тебя на праздник. Хорошо. То есть это произошло 2 мая, да? А может быть, время скажете, во сколько это произошло? Если это возможно, конечно. Это время, но ближе к утру за полночи. То есть даже не близко к нулю часов. Заполночи. Хорошо. Ну, показывает мне часы на сейчас. Ну, как ты знаешь, 12, вот стрелка 12, да, вот как если на сверплатье. Так. Ну, ну, полчаса не доходит до получаса. То есть это еще где-то, где-то, ну, 20-27 минут, 26. Ох, класс, так. У меня пришла просто до этого цифра 27, сразу когда вопрос спросил. Ну, 0-27, у тебя 26. Да-да-да. То есть, ну, давай ты внимательно посмотри, то есть на 6 или на 7. Но я смотрю на циферблате на таком неэлектронном. Поэтому я тебе говорю примерно, куда стрелка показывает. Ну, 26-27 в любом случае, что это после полуночи показывает. Ну, не доходя до половины. Да-да-да-да. Хорошо. Хорошо, и давай еще раз подключись к Высшему Я, спроси у меня. И Высший Я скажите еще, у нас последок что-то вы хотите сказать, какие-то слова? Я хочу сказать, что я ее очень люблю. Она часто ощущает себя одинокой и потерянной в этом мире. Это неспроста. Ты действительно испытываешь колоссальные нагрузки, проживая в подобных условиях. Но в любой момент, когда тебе кажется, что ты одинока либо беспомощна, зная, что ты не одна, и я поддерживаю тебя, как никто другой. Ты можешь мысленно обратиться ко мне в любой момент. Более того, я рада буду предоставить тебе всю информацию по твоим знаниям, предыдущим жизням. И это возможно, когда ты обращаешься ко мне в минуты покоя. Это будет выглядеть в виде понимания, осознания какой-то информации, которая будет приходить тебе в голову и гармонично ложиться на твое сознание. Это будет означать, что информация, которую ты восприняла, приняла, либо получила из неких источников, верна. Хорошо. То есть ей стоит практиковать самогипноз, гипноз развиваться в этом направлении, да? У нее есть связь со мной, просто она никогда не пользовалась ею в той мере, в какой это возможно. Хорошо. Ну, сейчас чистку привели, пусть не забывай защиту ставить. Вот, все получится. Так что, думаю, в ближайшее время она с вами уже пообщается. Сможет, по крайней мере, наладить контакт. А вы этому поспособствуете, да? Я буду рада ей просветления. Хорошо. Мы вас благодарим. Большое вам спасибо за то, что ответили на вопросы. Благодарю тебя. У тебя все хорошо и будет хорошо. Хорошо. Спасибо большое и прощаемся с вами. Елена, отключись, пожалуйста, от высшего «я». Да, я отключилась. Хорошо. И давай тогда... И возвращаем ее обратно в тело. Есть. Хорошо.